Доброе утро. Меня зовут Абдулин Димаш Камильевич. Я эксперт по внешней политике, независимый эксперт, частный эксперт. То есть я действую независимо от, в принципе, я не проправительственный, не оппозиционный. То есть я занимаюсь своей частной, индивидуальной у меня взглядой, позицией по всем вопросам. Конечно, это тоже относительно. То есть, будучи сотрудником аналитического центра, фонде президента нашей республики, я поработал там и по, так сказать, официальным направлениям более. Работал в аналитическом центре нашей мэрии в Алмате. Там была работа больше связана с аналитикой и с экспертной работой по работам города. То есть это муниципалитет, и все связано с муниципалитетом. Ну, представиться, если так сказать, то я больше европейст. То есть так как здесь у вас недавно открылся центр по исследованию в Центральной Азии или сотрудничество в Центральной Азии, то если меня взять, то я не внутренний. Во-первых, я эксперт не внутренника, а внешник. Во-вторых, у меня специализация была в Европейский Союз. И у меня с детства я даже не англофон, я франкофон. То есть я учил французский с первого класса. У нас была специализированная центральная школа в Алмате. Относилась она тоже к ведомству, что КГБ была. КГБшная школа была. То есть Такаев, например, Касымзумар Кемилевич, он учился на китайском отделении. Гораздо раньше меня. Жириновский учился также в нашей школе. То есть это была такая центральная школа. И больше, конечно, там были франкофоны все. Позже я уже выучил английский, но это наложило отпечаток. Так что я отношусь более к роману, так сказать, английской группе. К франгле, как говорят французы. Мы говорим франгле. То есть если говорить на английском, это похоже на французский. А французский у нас более такой основной, романский. Говорю я в основном на русском. Опять же, я говорю, что из Центральной Азии. Но я здесь делаю такие акценты, потому что вчера я проводил здесь лекцию. Здесь были второй курс, кажется. Но студенты есть студенты. То есть когда экспертная работа, там имеет значение всякие детали. Даже если я поясню свою позицию, уже будет интересно. То есть я в основном такой русифицированный. С детства я говорил на русском языке. И на казахском я даже не говорил. Но понимал, потому что в семье все говорили. То есть я понимал, что говорят. Но в смысле того, что мы проходили, видимо, интенсивную такую практику русского языка, я то сейчас оцениваю ситуацию в эти 70-е годы. Школа у нас была очень русская. То есть все там говорили. Сплошной русский и французский. Вот, пожалуйста. Потом по этой линии я очень сильно загрузился. То есть я могу считать себя в определенной сфере лингвистом и специалистом по России. То есть говорю я, например, на... Могу говорить на трех диалектах русского языка. То есть там московский, предположим, понимаю. На украинском я говорю. Служил я на Украине. Западная Украина. То есть я понимаю именно вот этот западно-украинский говор, а не восточный. В принципе, понимаю сербский и польский. То есть все славянские и романские языки, в принципе, читаю, перевожу или могу понимать в относительной мере. На основе того, что у меня две базы. Поэтому позже, когда я уже решил выучить казахский, я понял, что если я еще выучу казахский, очень хорошо, а это возможно. В смысле, в этом нет ничего невозможного. То мне придется выучить одновременно узбекский, уйгурский, татарский, турецкий. И это сразу выйдет все просто. То есть примерно такое положение дел было, но я вырос в центре Алматы. То есть я был городской такой, как говорят. У нас называют их там, то, что мы такие русифицированные были казахи, именно с центра Алматы. Но, так сказать, не национальное такое воспитание. То есть не традиционного казахского воспитания, а более такого советского, скажем, русского. Вот так я обычно прямо говорю, чтобы было понятно. Поэтому позже, когда я уже начал работать по внешней политике, экспертам, конечно, у меня было направление Европа. И вот, так сказать, все свои позиции я оцениваю по этим аспектам. По моей работе. Вообще я хотел зачитать. Есть два варианта. Ведение лекций и общение. Это если студенты, то обязательно все скатываются в формат лекций. Я не лектор. То есть я вообще лекцию читать практически не могу. Я работал преподавателем в университете, читал лекции. И очень тяжело это, так сказать, у меня проходило. Потому что лекции, если вы, например, проанализируете лекторов, как они читают, некоторые говорят своим языком, некоторые зачитывают. Те, которые зачитывают, обычно постоянно зачитывают. То есть потом им тяжело перейти в другой формат. И те, кто говорит своим языком, они обычно говорят своим языком, но им нужно внимание зала. Здесь, конечно, трудно определить, что лучше. Иногда, может, это, возможно, меняется, но эксперты вообще обычно лекции не читают. Если идет формат участия в конференции, в круглом столе, это около 10 минут доклада. И это считается, в принципе, иногда. Ну, это потому что специфика такая, что нужно говорить все очень точно и ошибаться в словах нежелательно. То есть это не просто зачитка или не просто даже доклады, и даже требования к эксперту, так скажем, более такие жесткие. Если ты где-то ошибся, потом тебя, так сказать, запишут, например, на пленку или еще как-то, потом будут обыгрывать твои слова вправо или влево. Поэтому говорят вообще в не более 10 минут. И после этого вообще, так сказать, все там уже отточено, все уже поставлено. И ты постоянно, так сказать, должен быть очень четко скоординирован. Есть доклад. Ну, доклад уже другой. Доклад уже зачитывать, да, определенные тезисы, позиции. И длится он где-то 20-30 минут, ну, 20 минут где-то длится. А лекция, я считаю, это больше общение. Особенно если я пришел, например, студентам, вам, возможно, имеет значение пообщаться с экспертами, если вы уже попали сюда. То есть я знаю, что студенты попал, не попал, пришел, не пришел. И плюс к этому, кто чем интересуется, ты интересуешься чем-то, ты пришел вместо Китая, ты прослушал там определенную беседу по Европе. Поэтому я считаю, что мы поговорим максимально час. То есть мы используем весь потенциал, который у меня есть в моих записках, и то, что я могу вам рассказать, желательно своим языком. И на этом мы потом завершим, потом будут вопросы, и мы пообщаемся с вами где-то в течение часа. И я думаю, что этого будет достаточно. Несомненно, что у меня есть материал. Я даже вчера с собой ноутбук сюда принес. Но там я как открыл, и сразу закрыл. Если у вас будут вопросы, да, или вы захотите связаться по каким-то вопросам, я здесь визитки оставлю, пару визиток, свои координаты в Фейсбуке. Я есть, Абдулин, Димаш на английском языке. И вы можете выйти, если вам какие-то материалы, там у меня группа есть по Европе, Европа-Центральная Азия. И вы можете там посмотреть. Специфика моей работы, как я работаю индивидуально, но у меня сотрудничаю. Я сотрудничаю с нашим Казахским государственным университетом или национальным университетом в Алмате. Там все мои преподаватели еще работают, на уровне профессоров. Руководят центры по Европе, по Евразийскому союзу, по Германии. Короче говоря, все институты, которые там образованы по исследованиям, центры исследования, идут у нас в Казгу, и поэтому я с ними со всеми сотрудничаю. Главное, как и со всем экспертным сообществом в Казахстане, по мере необходимости я сотрудничаю. В основном у меня работа идет письменная, то есть я не участвую в публичных таких акциях часто и преподобеждаю письменную работу. Специфика работы эксперта у меня, например, сформирована. Была сформирована Институт мировой экономики и политики при фонде первого президента есть такое. Он не считается государственным учреждением, не входит в сферу, например, Казахский институт стратегических исследований, но считается фондом. То есть это фонд, и поэтому там работа более спокойная, более свободная. То есть она не определена официальным курсом. И в основном построение этой работы было для меня, так сказать, определяющим. Около пяти лет я там проработал. И работал по направлению Европа. Европа, Европа, Америка. И вот вся специфика работы, которая была поставлена, именно то, как я работаю, была поставлена примерно там. Ну, моя такая индивидуальная линия работы, как в основном работает центр аналитических исследований. Все работают по-разному. То есть здесь нельзя таких преференций, каких-то так сказать, кто лучше, у каждого своя специфика. Но я скажу, что реально, конечно, это все выводится на повседневные позиции. То есть как ты каждый день, предположительно, работаешь. Ну, мою, например, работу очень... Мне нравится, например, мониторинг прессы. Но при этом... То есть если с утра у тебя начинается рабочий день, ты открываешь компьютер или ноутбук, и у тебя идут все новостные, так сказать, каналы. И эти новостные каналы у меня в основном идут по Европе. То есть в основном идут у меня Евроньюз, да, предположим, и потом идут по Германии. В основном сейчас у нас на восточном векторе у нас действует Германия. Так как сам я франкофон на Германию переключился недавно. Скажем так, я переговорил с французами, с их институтом. Я сказал, мне сейчас необходимо выйти. Так как у нас Центральная Азия активизируется, то мне хотелось бы с вами общаться. Я учился во Франции, стажировался недавно, скажем так, относительно недавно в Национальной школе администрации в Париже. То есть в принципе они действуют так же. Это аналитическая школа уже. Все проходят там переподготовку. И переподготовку проходят в основном сотрудники министерств французского мира. В Франции она незаметна. Вот я вам скажу, что если, например, Америка действует открыто, то как работают французы, то есть не скажешь, что где-то особо французы что-то делают. Просто вот у них есть система французский альянс, и при помощи этой системы они развивают культурное сотрудничество. Но здесь у нас, в Астане, то есть в Астане у нас есть Центр французских деловых кругов, да, Центр французских деловых кругов, который в принципе так задействован очень сильно. Плюс комитеты и так далее. Сейчас это очень развито. Но когда выходишь на уровень экспертной работы, то французы обычно у нас почему-то не очень. Не сказать, что у нас есть, например, аналитические центры в Астане и Алмате. Есть немецкие. Раз, два, три, четыре даже, предположим. Там фонд Аденаура и так далее. Но французский, кроме французский альянс, только идет и практически... Нет, есть Сорбонна. Если выходить на вузовские системы, да, Сорбонна Алмата есть. И еще пара структур, предположим. Но чисто вот в аналитическом центре я не сказал бы. Хотя, возможно, немного меня могли бы даже поправить. И в то же время Германия вышла вот именно на восточный вектор. Она работает в Центральной Азии очень хорошо, в России и на всем восточном направлении. Так, по работе, по аналитике. Если, в смысле, структура работы, да, идет мониторинг, потом идут все, предположим, новостные каналы по стране, по Германии, по Франции, там, французские журналы, газеты. И в основном думаю, что английский. Если английский мониторить, потому что Англия, она такая специфическая страна. И из общей континентальной политики она несколько выходит. То есть, это немножко другой мир. Итальянские. Вот, скажу честно, итальянские, например, я особо прорабатываю. Хотя они мне близки, как по романскому, так сказать, наречию. Я с ними дружил, с итальянцами. Но по этому направлению, с итальянцами как-то вот... Там постоянно выходят статьи, даже если на итальянском, или, в принципе, даже переводные статьи выходят. На русском, наверное, больше печатают те, те, которые более левые, то есть прокоммунистические, даже такие настроенные, так скажем. Или... Потому что традиционно в Италии это было, действительно. Или испанские, например. Испанцы тоже, не сказать, что по аналитическим векторам очень часто печатают. То есть, в определенной мере есть, но это незаметно, например, у нас. Например, если описывать Facebook, как площадку. Вот площадка неплохая, но итальянские... Итальянцев и испанцев я там не очень замечаю. Сейчас вышла Англия, хорошо прорисовывается. То есть, английские группы есть. Кембридж, Оксфорд. Вот так примерно. Но в плане организации, действительно, идет сначала монетонинг прессой. И потом, скажем, идет уже список аналитических центров. То есть, если ты работаешь, нужно поставить список всех аналитических центров, которые есть в чатах, хаос, и фри, и тому подобные центры, которые выпускают открытые доклады. То есть, которые можно просто так открыть бесплатно. И, в принципе, почитать. Они отражают общую канву. В общем, это в американской практике. Это принято больше. То есть, вот такая примерно простейшая схема, потому что в сущности она в этого класса. Конечно, там еще много всяческих аспектов входит. Но основная канва, в принципе, я думаю, довольно простая. Чем я занимался тоже не только аналитикой. То есть, если описывать аналитику, то это, в принципе, анализ прошлого. Я вышел... Мы, во-первых, нам поставили как-то задачу. Просто действительно это креативные предложения. В Казахстане приняты креативные предложения. У нас много креативных предложений. В правительстве, у президента, у правительства и вообще везде. То есть, постоянно у нас креативные. У нас какие-то пробросы. Поэтому этот, так сказать, вектор очень хороший. Нужно постоянно что-то придумывать. Понимаете? Но постоянно, как говорил кто-то про Черчилля. Это у них уже, в принципе, давно. А, это Рузвельт говорил про Черчилля. У него постоянно 10-15 новых идей в день. Вы скажете, что этот добродушный толстяк слишком много болтает. Нет, он говорит. Ну так, да я читал. Нет, говорит. Но у него каждый день 15-10 новых идей. Поэтому я его уважаю. То есть, мы постоянно что-то новое находим. Это очень хорошая черта. И поэтому я написал одну статью. Правда, да. На английском я ее поставил. Есть ретроспекция. Есть футуроспекция. То есть, футуроспекция – это то, как мы видим из будущего. То есть, вот этот аспект нужно постоянно крутить перед собой. И постоянно видеть, как это все выйдет в будущем. Среди всех кризис-менеджеров, которые есть в Европейском Союзе, вот Борне идет. Борне сейчас отвечает, кажется, по Брекситу. Именно по Брекситу он координирует этот вопрос в Европейском Союзе. И он говорит, вот что этот Брексит? В принципе, конечно, там все знают все эти вопросы, предположим. Но он говорит, нам нужно смотреть просто, что будет в будущем. То есть, а не то, как мы бы сделали этот Брексит. А вообще зачем он нужен? Из всех аспектов вопрос Брексита по Европейскому Союзу сейчас идет очень интересный. Почему? Англия, она вообще не то, что своевольная. У них своя история очень сильная. То есть, у них у самих есть британское содружество, которое до сих пор функционирует. До сих пор функционирует британское содружество. И все там такая линия, что Америка – это в какой-то мере порождение Британии. И поэтому британцев закрыть даже в Европейском Союзе сложно. То есть, немцы, если у них были какие-то, так сказать, ошибки, из-за этого они расплачиваются. Франция всегда была чисто континентальной стороной, поэтому это она одна из главных в Европейском Союзе. И, скажем, Великобритания, которая пожила в Европейском Союзе достаточно большое время, и теперь ей просто захотелось выйти. То есть, вот как это говорят? Вот вы в Советском Союзе жили, почему вы не вышли? А мы говорим, ну как же мы выйдем? Просто, понимаете, это на уровне психологии практически не прокручивается. И здесь, так как Европейский Союз является показателем, он является, во-первых, эталоном того, как будет происходить вся эта система интеграции, дезинтеграции и суверенизации. Поэтому сейчас у нас Евразийский Союз, в принципе, построен с оглядкой на Европейский Союз. У нас был Советский Союз тоже, даже раньше. Но все же именно этот Европейский Союз является показателем, как они работают. То есть, работа всех структур анализируется, и потом это применяется в действии. И вот этот первый прецедент выхода Великобритании из Европейского Союза в силу того, что ей что-то не понравилось, во-первых, а во-вторых, это механизм действия организации. Страна должна выйти и потом снова зайти. Потому что это не только Великобритания, завтра захочет какая-то маленькая страна, предположим, Монако захочет выйти или не Монако, Монако, как мне кажется, предположим, что Польша, то есть недовольные в Восточной Европе или Венгрия, ей нужно выйти по разной причине, но потом она может опять зайти. Поэтому эту систему нужно отработать. Сейчас это выглядит нереально. То есть, когда Англия выходит, все рушится и вся эта система, потому что это все работает в одну сторону. Это действие усложняется. Усложняется схема. И как сейчас сами европейцы написали программу по поводу Китая. Вот вчера мы говорили по поводу программы «Один пояс, один путь». В программе говорится, мы системные конкуренты. Можно сказать, конкуренты. У них одна система, у нас другая. Но мы должны с ними сотрудничать. Вот до этого, мы говорили, додуматься не могли, потому что мы или сотрудничали, или не сотрудничали. И так же китайцы в сущности. Но с ними нужно сотрудничать, как бы то ни было. Просто эти вопросы нужно постоянно решать. Вот эта система постоянно работающей машины Европейского Союза по поводу Китая. Я думаю, что так же вообще должно быть по поводу Евразийского Союза. То есть, ну и там что-то там у них заклинило. Например, если говорить по Евразийскому Союзу или, скажем, по России, Российской Федерации и Европейскому Союзу, там что-то в системе заклинило, и эту систему не могут разблокировать. Понимаете? Поэтому она стоит. А с Китаем, пожалуйста, с Китаем проходят. Но Китай всегда был по природе более уравновешен. То есть, у них скачки тоже были по поводу там Мао-Джи-Дун, там и Красная, так сказать, революция и тому подобное. Но все равно у китайцев это, видимо, что-то есть уравновешенности. Я специалист по Китаю в плане... Ну, я читал много по Китаю. Сам я китайский не знаю. Но их систему, именно их вот психологические тренинги по поводу, например, даусизм, буддизм, как всегда мы все это изучали в плане того, что для самотренировки. Поэтому китайцы реализуют два пути, действительно. Одна система, два пути. То есть, они экономически развиваются, в то же время они пытаются всех построить, потому что миллиард населения, невозможно, так сказать, просто так отпустить свободные рыночные отношения, как Индии, да? После этого там индусы, честно говоря, проигрывают Китаю в плане построения. Но европейцы теперь решили с ними сотрудничать. Хотя это наталкивается на массу таких вопросов. Опять здесь выплывает стратегический анализ. Если говорить по стратегическому анализу, вы студенты международных отношений, да? Международных? Международников есть один минус. Международники тактики. Они изучают Версальско-Вашингтонскую систему. Они изучают, например, там, все отношения они изучают где-то после Второй мировой войны. Первую мировую они затрагивают, значит, они уже историки. Понимаете? И поэтому, когда заходит речь о международниках, я сам учился первые два курса на историческом факультете. Классика жанра. Там, Тутенхамон, Тигран-Паласар и все эти вещи, которые... А зачем Тигран-Паласар? Там, там, это же вообще, это где-то, там, Междуречев, Шумер, там, и так далее. И, оказывается, это имеет значение. Но это имеет значение для таких... Не все такие будут. Из вас это будут только исследователи, писатели, которые будут работать, которые потом поймут, что это такое. И вот я вам советую просто покупать эти какие-нибудь исторические книги. Там, История Европы. Там, например, История Венеции, История Византии. И сейчас вот... Я вот говорил вчера, я читаю Норвич, Джон Джулиус Норвич. Вот отметьте этого. Это дворянин, английский дворянин. Работал в системе Министерства иностранных дел. То есть он эксперт-аналитик, практик. После этого, так как его отец очень интересовался Венецией, Азоветий в Венеции повторяет Англию. То есть там был такой город, и у них был огромный флот. То есть в сущности они по земле не ходили, они только плавали. И поэтому и там культура такая специфическая. Они принадлежали раньше к византийской системе. То есть они были православными. То есть к православной системе они в восточную римскую ходили. Но потом они заняли такое промежуточное положение. И это положение между Западной Римской и Восточной Римской империей они занимали. Поэтому они двусторонние тоже. С одной стороны с Византии, с другой стороны с Западной Римской. И вот это его излюбленная тема, я сам сейчас читаю тоже, но вам советую, например, Норвич, если по Англии, если вы романисты, тогда французов нужно к ней поискать. То есть в зависимости по Европе очень много, они все пишут по-разному, если французы пишут так, англичане пишут иначе. Но Яндекс со своими такими основными, основополагающими людьми, которых когда почитаешь, потом ты работаешь в их манере. Даже если ты немного почитаешь, у меня имеет значение. Я почитал Броделя, сначала был Гумилев, это потом. Бродель – это аналитик долгого времени. То есть когда он выпустил свою первую книгу, она называется «Жизнь и описание Средиземного моря в эпоху Карла I», по-моему. И вот он описывал, как живут эти люди в эпоху Карла I, как там был ландшафт. То есть представляете, это такой ум. Я когда почитал, я вообще был потрясен. И, честно говоря, не мог сделать аналогии между историками. Я историков читал. То есть если взять по России, например, Соловьевик читал. Это настоящий русский такой историк. А, например, Вернацкий, он уже более такой нет. Он сторонник евразийства был, он монголов любил даже. Хотя он постоянно занимал разные позиции. То есть Гумилёв, например, писал в его ключе, это евразийская теория, граф Трубецкой, которые развивали теорию евразийства. У них, видимо, рода были тюркские. То есть если вы знаете, да, в России тюркских родов хватает. Кутузов, я не знаю, но Кутуз – это тюркское слово. Или там Тимирязев и так далее. И вот этот Бродель, то есть суть аналитики долгого времени, он не очень лез в тактику. То есть некоторое время нужно поработать именно по этому направлению. Ну года три, наверное, или четыре, предположим. В основном. Я не говорю, что нужно все бросить. И ты читаешь эти книги и понимаешь, как они вообще… То есть, например, он ставил себя… То есть Гумилёв, в принципе, работал так же. Он тоже аналитик долгого времени, только он работал по тюркам и монголам. И Бродель работал по французам. Позже на основе этого аналитика была основана мирсистемная школа. Сейчас она в Штатах существует. Почему? Потому что это был… Я вообще это называю школу мысленной абстракции. Или, как это говорят, ноу-мены. То есть ты в уме все видишь просто, понимаете. Ты просто видишь, как это происходило, если ты был там человеком. Например, если смоделировать, это называется умственное моделирование, так сказать. Мысленное моделирование. Ты можешь представить, кем бы ты был, например, сейчас я, например, если бы я был тюркским воином в эпоху, так сказать, или монгольским, да, в эпоху Чингисхана. Но так как я занимаю такое определенное социальное положение, то я бы примерно был воином такого среднего уровня. У меня было вот два коня, доспехи, например, да, металлические, а не какие-нибудь там номер два или там и так далее. То есть здесь каждый может посмотреть. Это называется моделирование. Вот этим моделированием, в принципе, занимался Бродель по поводу того, как вообще производить. Но он, конечно, занимался этим годами. У него основной направлением он был историк-аналитик. И Гумилёв. То есть если почитать Гумилёв, его очень тяжело читать. Основная масса, когда читаешь этногенез и биосфера Земли, то она сложная. То есть чем объясняются эти постоянные потоки тюрков, он хотел объяснить, и всплески вот этого этногенеза. То есть откуда там такая толпа вечно привалит, понимаете? И постоянно русские говорят, а вот там, или славяне, опять привалили. Что это такое? Узбеки, киргизы, казахи опять пришли. Тут это подряд, это еще, это еще, так сказать мало, скоро придут китайцы. То есть это субэтносы. Есть суперэтносы. Теория Гумилёв, суперэтнос. Суперэтнос византийский, тюркский, западноевропейский, китайский. До этого момента китайцы к нам не заходили. Суперэтнос Китай и Юго-Восточная Азия находились на обочине, там, с другой стороны. Они там между собой разбирались, и до сих пор не разобрались, заметьте, особо. Но, например, византийские и тюркские суперэтносы смешались очень сильно. Но они очень разные. То есть все равно это произошло. И вот этот евразийский союз, это в сущности смешение двух суперэтносов. Но сейчас это идет такой общий суперэтнос, я скажу, евразийский. Западноевропейский очень старый. Кстати, как цивилизация, действительно, западная Европа показательна в развитии. То есть берешь примеры и потом думаешь, что у нас, в принципе, как кочевая цивилизация, это было достаточно специфично. В итоге я остановился на том, что у вас международные отношения, вы тактики. Если кто-то из вас склонен, так сказать, к углубленному чтению, это именно когда бывают люди в детстве склонны к углубленному чтению. То есть что он, что он делает, он досидит все время, читает, глаза испортил себе уже, все время читает. Вот эти дети, когда все читают, позже у них это срабатывает. То есть они потом начинают опять. Но здесь можно сделать специально. Для эксперта-аналитика и для исследователя-научника. То есть есть ли эксперт-аналитик, либо ученый-исследователь, такой как Бродельт или как Гумилев, которые никакими экспертами не были никогда. Они писали книгу и там постоянно они что-то читали, сидели в каких-то архивах. Одну половину дня необходимо находиться в библиотеке. То есть когда ты находишься 4 часа минимально в библиотеке, до обеда особенно, до обеда, час ты можешь сидеть в интернете или в смысле по новостям, там туда-сюда или полтора час, предположим. Потом нужно час с чем-то читать книгу, час или полтора книгу читать. Какую? Раз, два, три, четыре, пять по очереди или вместе для того, чтобы у тебя не... То есть обычно книги пишут такие люди талантливые, как я говорил. То есть такие как Гумилев почитать, интересно там от Руси до России есть. Не обязательно такие сложные книги, а такие более попроще, которые все-таки они писали. Или Бродель. Бродель сложная. Честно говоря, я читал, читал, я понял суть и убрал. Поэтому недавно тоже книгу взял специально Лютвак. Лютвак, эксперт, он помощник президента был Соединенных Штатов Америки, чешского происхождения, по Византии. Вот он наследовал Византию, почему-то к византийце тысячу лет просуществовала империя. Практически они основаны были на чем неизвестно. То есть было их немного в Малой Азии. Но его книга похожа больше на сферу докладов, сводок. То есть, например, он пишет, как делали тюркский или гуннский лук. Вот он всю технологию там описал. Он все это в книгу засунул, понимаете. Как это делаю сначала первый слой, потом второй, потом жилы, потом клей какой-то, еще что-то. То есть, вообще у нас тема была другая. Я сразу скажу. Почему я так говорю? Потому что я не опираюсь на письменный источник. У меня здесь две аналитические записки на эту тему. По поводу, называется, Казахстан, Татарстан, Россия. То есть вот эта тема основная. Но так как я рассказываю не по бумаге, и зачитывать я не захотел, потому что это теряется нить. То есть обязательно сейчас все погрузятся в свои мысли, и эта нить разговора будет потерян. Поэтому я решил рассказывать сразу все вместе три темы, которые у меня были, в принципе. Связать их в одно целое. Одна тема была работа в аналитическом центре или экспертная работа. Вторая тема у нас один пояс, один путь. И третья Казахстан, Татарстан и Россия. В принципе, даже Центральная Азия. И вот здесь, по этой теме, чтобы сразу было ясно весь этот вектор, сейчас идет Центральная Азия. До этого был Казахстан. То есть Узбекистан был изолирован, они закрылись. В силу определенных обстоятельств они не могли выйти. Так же, как Казахстан. Казахстан хорошо продвинулся. Это продемонстрировали. Можно сказать, я бы тоже сказал, такие кочевые традиции. Сделали такой марш-бросок во внешней политике, в экономике и так далее. Хотя, судя по всем таким предсказаниям, после распада Советского Союза Казахстан не должен был, так сказать, продвинуться. Но, видимо, в силу того, что мы, может быть, легко относимся к нему и так далее, перенос столицы – это очень редкая вещь. То есть перенести столицу из Алматы. Заметьте, что Алматы – это двухмиллионный город. Когда все перенесли, у нас там люди замерзали в этой Астане, 30 градусов мороза. Зиму тяжело перенести, потому что она начинается уже в октябре. В октябре там начинается зима и заканчивается она в марте. Ну, скажем так, предположить. Но до 30 градусов морозы доходят такие, что там бураны идут. Но и не из-за того, что географическое положение. Астана входит в сферу действия монгольского антициклона. А монгольский антициклон – минус 30. И вот прямо вот Астана, и вот кусочек прямо его так задевает, и все. Если бы чуть-чуть, 200 километров она левее была бы, то ее бы, может, не задевало. То есть уже теплее. И вот Казахстан вышел неплохо. Заметьте, Киргизстан примерно похож. Но в Киргизии традиционно, как говорят, вот я со своими друзьями разговаривал, они говорят, мы ездили в Киргизию разговаривать. Что за такое? В Киргизии никогда не было центрального управления. Там не было хана. Там были манапы. Это, скажем так, такая система, когда военная демократия называется. У каждого племени свой глава. Потом они собираются, у них совет. Если они на совете что-то не поделят, все. Там не будет единой линии. И мне, ну в смысле, в какой-то мере так говорят, например, некоторые люди. Я подумал, что в этом месяце, так сказать, здравый смысл, что Киргизстан постоянно сотрясали какие-то революции, там постоянно кто-то с кем-то не согласен и тому подобное. У нас, так сказать, всех соединили и по одной прямой, так сказать, куда-то хоть пришли. Но самое главное то, что у нас много векторной политики, это, я считаю, европейский вид. Я считаю, что нужно ориентироваться на Европу очень сильно, так как с Россией мы связаны очень плотно и так. Нам нужно сделать проброс через, предположим. То есть, если говорить по теме Казахстан, Татарстан, Россия, Европа, то есть вот этот вектор весь и вообще это направление совершенно очевидно. Но сейчас выходит Центральная Азия. Прошло несколько конференций, встреч, главправитель, саммиты, глав Центральной Азии. Вы, наверное, это читали или, так сказать, уловили, потому что все стали спрашивать, почему не встретились и не пригласили Владимира Владимировича Путина. Ну почему? Потому что это формат такой. Формат был центрально-азиатский. И в силу того, что Узбекистан уже два года, как кажется, точно не скажу, два, когда Шавкат Мерзьюев стал во главе Узбекистана, он стал проводить открытую политику. Все форматы открыли, внешнеполитические, экономические и так далее. Он совершил поездку в Европу сразу. То есть до этого поезда к Европу не было лет, сколько, не помню. В Индию, в Турцию, то есть по всем направлениям, в Россию. И подтвердил направление того, что теперь Узбекистан будет развиваться опять в прежнем ключе. Это идет контакт с Россией, Евразийским союзом. И в Евразийский союз они не вступают, пока не вступают, но они с ним контактируют плотно. И дальше идет в Европу. То есть все на прежние места предположительно возвращается. В Узбекистане, насколько я знаю, самые памятные места, которые были связаны с русским языком и посвящены международу, то есть товариществ, так сказать, наших народов были восстановлены. То есть раньше это было убрано. То есть в политике Узбекистана, да, была закрытая страна, Тимур-Амир и так далее, там парк именно Тимура-Амира, например, был, если... Ну, предположим, сейчас они вернули какие-то названия, то есть это было восстановлено. В итоге, по результатам этих саммитов в Центральной Азии, я думаю, что сейчас формируется внешняя сфера внешней политики группы стран Центральной Азии в составе пяти стран. То есть если есть там G7, G20, опять же я скажу, что если будет G-Central Asia 5, то это примерно будет так называться. Скоро. Ну, например, европейцы на конференции предложили. То есть они предложили, показали такой формат, как скандинавский формат. Скандинавский формат, если вы знаете, в Европейском Союзе это Nordic 8. Nordic 8, там Дания, Швеция, Норвегия и так далее, плюс еще Прибалтика туда тоже ходит. Вот об этом, когда читаешь в общей прессе, заметьте, вы не прочтете. Для этого нужно специально читать по Европейскому Союзу их внутреннюю политику. Также есть вышеградская группа славянская, так скажем, условно славянская. Вышеградская группа, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. То есть вот эта группа стран тоже проводит свою собственную политику внутри Европейского Союза. Я был в Словакии, я с ними разговаривал на уровне экспертов по внешней политике. И они говорят, да, у нас свои проблемы были, но хорошо, что словакам. Как-то словаки, они такие, национализма у них вообще нет. Если там где-то, возможно, есть национализм, например, к русским они всегда относятся хорошо. Я тестирую иногда, когда приезжаю куда-нибудь, отношения по национальности. В основном я тестирую, конечно, где-нибудь в университете желательно или где-нибудь в научном учреждении. То есть на улице тестировать нежелательно. Но так можно посмотреть. Но мне в Словакии понравилось. Там ко всем очень хорошо относятся. Там нет никакого, понимаете, антироссийских каких-то настроений не было. Я там пожил. В принципе, очень интересно. И вот у них там Вашеградская группа, очень, в Словакии заводы Volkswagen, по-моему, и они их очень продвинули. Поэтому Чехия изначально была достаточно сильная, Польша тоже. То есть это восточная группа. По центральным группам это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Бенелюкс. Вот, пожалуйста, опять еще одна группа старых стран. Они блокируются. У них свой блок. По поводу Италии не скажу. И есть еще одна такая конфедерация. Заметьте, конфедерация на Швейцарии. Очень интересная. То есть если будете рассматривать, они не в Европейском Союзе, но только это называется де-юре, они не в Европе, а де-факто они в Европейском Союзе. И они по программе «Один пояс, один путь». Если вы сейчас будете работать по этому материалу, если вы будете работать по этому материалу, то проработайте Швейцарию. Посмотрите, как Швейцария. Они сделали зону свободной торговли в 2016 или 2015 году с Китаем. И торговали. И еще поставили там свое посольство, которое в основном экономическое. Это экономическое посольство работало очень хорошо. И они сказали, да, но нас не устраивает права человека в Китае, предположим. Но с Китаем невозможно на эту тему разговаривать. Приехал, кто не помню, премьер-министр, кажется, в Швейцарию китайский. По Китаю не помню, кто именно из должностных лиц там был. Вышли просто демонстранты какие-то на площади, и попали ему на глаза. Он сказал, у нас с вами, кажется, ничего не будет. То есть, кажется, мы с вами не сработаемся. И это бы рухнуло. Понимаете, они сразу закрывают тему. Китайцы закрывают сразу тему. Все. Если вы говорите, что у нас неправильно, мы все закрываем. Вот такой характер. Я сказал бы, что это даже характер, скорее, чем такие установки специальные. В итоге, сейчас они работают так плотно, что парламентариям швейцарским, им было сказано, у нас в парламенте будет обсуждение по китайскому вопросу кое-каких неудобных тем. К нам позвонили, говорят, китайские товарищи, это швейцарцы говорят, китайские товарищи к нам позвонили и сказали, пожалуйста, эти темы не надо говорить. Он говорит, вы не понимаете, у нас такая, говорит, схема работает, что мы не говорить не можем. То есть, это у вас нужно, у нас по-другому все, мы обязательно будем все это прорабатывать. То есть, настолько они тесно сотрудничают, что уже звонят парламентариями, там, предположим, с просьбой, там, какие-то темы не поднимать в парламенте Швейцарии. Но Швейцария, сейчас они заключают, по-моему, заключают, сотрудничают с Huawei. По телекоммуникациям у Китая очень сильные наработки и прорывы, и поэтому их технология 5G, опять же, она идет в разрез с американской политикой, но Швейцария все-таки с ними сотрудничает. Сейчас еще Франция собирается сотрудничать, но не в госсекторе, это тоже там по-разному идет. И поэтому, мне кажется, что просто Китаю уже время пришло уже входить в мировое сообщество плотнее. До этого времени они были очень закрыты. Вот эта программа, потому что, чтобы Китаю выйти из своей Юго-Восточной Азии, с такой, так сказать, с такого расстояния, потом там люди все тоже простые, в основном там же небогатые люди, чтобы передвинуться в западном направлении, нужна специальная государственная программа. Вот они теперь будут сотрудничать в области, по крайней мере, торговли, если не политики. Так, по поводу Татарстана, непосредственно мои мысли такие. Татарстан, насколько я приехал, я первый раз здесь в Казани. Я был в Москве, в Санкт-Петербурге, я жил. Ну, предположим, по России я был в Иваново, в Ярославле, в Кинишме. То есть я там пожил, я не там приехал, уехал, а там немного пожил. Еще в бытность, когда я еще был даже маленький. В Грозном я был тоже. И вот в Казани первый раз, то есть в стране, которая имеет тюркское такое, тюркское вообще основу, так сказать. То есть основали тюрки. Правильно? То есть если говорить, то есть постоянно с Россией нужно, так сказать, договариваться. Основали булгары. Булгары, история булгара интересная, конечно. Это были, видимо, очень сильные люди, но, видимо, у Кутегуры эти племена я помню, я не помню имя хана, который был ханом Великой Волжской Булгарии. У него было пять сыновей. Они занимали очень сильные позиции, расположено было это ханство. Вот чуть севернее, где-то на Северный Кавказ, еще чуть севернее. Но после его смерти эта группа племен разделилась на пять. И вот одна пятая пришла в Казань, одна пятая в Болгарию, одна пятая ушла и осела на территории Италии в Неаполе. То есть Неаполь, это, знаете, такая глубина. Как они туда зашли, то единственное, может, туда гунны зашли, или какие-то, ну скажем, редко из кочевников, кто заходил непосредственно вот в Италию. Поэтому эта группа племен, Великая Волжская Булгария, достаточно развитая. То есть иногда замечаешь сходство, например, у татар с Северным Кавказом. Очень интересное сходство. Например, если говорить о моем происхождении, то у меня прабабушка была казанская татарка, а, например, мои деды жили в татарском поселке Усть-Каменагерске. Но когда я спрашивал про националист, они всегда молчали. Говорили, мы были мусульмане. Странно, да? Потом у меня было два близнеца деда сразу. Этот мой дед, он в своих сыновей всех назвал кавказскими венами. У меня по моей линии бабушка была казашка, мама казашка. То есть, видите, такая... То есть, но понять было сложно. Возможно, это было после революции. То есть, это был 1917 год. Сразу после революции, там откуда, куда там... Кто был мой прадед, понимаете? Насколько потом стало известно, мой прадед по матери, например, прапрадед, был очень крупный торговец. Как сейчас говорят, скорее, это был бизнесмен высокого уровня. Он торговал по всей Центральной Азии, включая, так сказать, Ближний Восток, то есть и Россия. Дружил он с генерал-губернатором Колпаковским, верным. То есть, как сказать, общался. Конечно, генерал-губернатором это был тогда такой человек, понимаете, очень серьезный. Вот поэтому позже, когда уже мой дед говорил, что наш прадед, ну, кажется, он работал у этого человека, который был... То есть, был у него топ-менеджер, предположительно. Поэтому после революции никто точно не знает, скажем, если какие-то замолчивания идут. Я тут даже потом не захотел туда заходить. Даже вот и разбираться. Предположительно, ну, да, что-то кавказское и что-то... Иногда я захожу, например, на Кавказ, с Кавказами общаюсь, особенно с Черкесами. Мне нравятся, они такие уравновешенные. Сейчас, правда, у них опять идет тоже процесс суверенизации. То есть, если я буду говорить открыто... Единственное, если здесь записывают, я сразу скажу, что я не хотел бы, чтобы записывали, потому что я читаю, как говорится, лекцию, а лекцию обычно не записывают. Если бы это было экспертное мнение, то это другое. Поэтому это не экспертное мнение, это лекция. В определенной части. Просто она сделана с аспектами. Потому что, например, если возьмем клуб, в смысле центр Чаттенхаус, запись там запрещена, за пределами клуба, там ты можешь говорить на эту тему, но кто именно что говорил, лучше не говорить. То есть, такие принципы анонимности там включаются иногда. Но я считаю, что это очень хорошо. У нас любят все цепляться, понимаете? Здесь вот, если, например, поднимешь процесс суверенизации, аспект суверенизации в процессе интеграции, как Brexit, у нас поднять все очень тяжело. Например, аспект суверенизации Татарстана. Ну как это? Вот и обсуждать, да? Идет вопрос Российской Федерации. Россия – это федерация. Это не конфедерация. Понимаете? Там должны, например, равномерно даже в какой-то мере присутствовать в правительстве русские татары и все, предположим. Хотя там Энвира Набиулина, предположим, присутствует. Ну, понимаете, это федеративность. Или, скажем, герб. Опять же, герб. Герб раньше, когда был Советский Союз, был серп и молот, и вот так 15 республик были нарисованы. Правильно? А сейчас двуглавый орел. К Татарстану он не имеет никакого отношения, предположим. То есть, если я буду такие вещи говорить, обязательно кто-то начнет обижаться. У нас все на эмоциях, понимаете? Там что-то услышал сразу, наклеил тебе обиду. А если он еще что-то пишет, он на тебя тут же еще и куда-нибудь написал, понимаете? В книгу. Поэтому я никогда... И у меня написано, если вы на Фейсбук зайдете ко мне, у меня написано permanence neutralitatis. То есть, постоянный нейтралитет. Ни с кем я не собираюсь вообще. И мне этот национальный вопрос вообще не нужен. Я, если в России буду, даже меня считали за русского в России. Если представить там, каким-то методом, понимаете, я на русского... Мне говорили, ты на русского походишь. По крайней мере, говоришь нормально. Ну, в смысле, иногда мне один парень в Корее сказал, ты русский? Я говорю... Ну, он мне сказал в Алмате еще. Я говорю, первый раз с ним встретился. Он говорит, ты русский? Я говорю, я не вытучу на русского походишь? Да, говорит, на русского. Вашли, видимо, там... Так сказать, так воспринял меня. Вот такие вещи. Поэтому всегда я соблюдаю нейтралитет и считаю, что я засчитываю только положительные, это называется прогрессивные аспекты. То есть, все идет в плюс. То есть, только мир, только сотрудничество, и все это увеличивать, но неудобные аспекты, нужно всегда проговаривать. То есть, если... Вот, опять же, я не беру никогда напрямую, например, наши республики, наши, так сказать, страны, а беру Европу. Вот баски. Процесс суверенизации просто ненормальный. Понимаете? Просто европейцы там за голову держатся с этими басками. Когда испанцам про басков говоришь, они вообще говорить на эту тему не могут. Они говорят, нет, все, мы не будем говорить никакие. Эту тему мы не открываем. Или... Кто сейчас у них? Каталония, да? Опять же, Испания. Опять же, Испания, она более южная. Там люди начинают волноваться, приходить, так сказать, ну, у них такая эмоциональная структура, они начинают выдвигать свои такие, так сказать, процессы. То есть, процесс суверенизации в процессе интеграции это очень сильная штука. Поэтому, чем больше идет интеграция, тем больше идет суверенизация. Вот, пожалуйста, два противонаправленных движения. Это вы должны примерно помнить, потому что ни в одну, не так идет или так, а он сразу в две стороны идет. Поэтому процесс суверенизации в Российской Федерации, я думаю, будет проходить. И он есть. Но просто его форсировать нежелательно. То есть, процесс понимания одной нации и другой это очень тяжелая штука. Процесс формирования центрально-азиатского региона тоже сейчас оформляется, но только уже на современном этапе. Вот примерно по этой теме. Но несомненно, что у нас будут тесные связи. Когда сюда приезжаешь, здесь ощущаешь влияние тюркской цивилизации. Тюркской. Именно тюркской, да. Здесь какие-то мусульманские аспекты. Кстати, будущий экспертом я изучал ислам плотнее, чем полагается. То есть, я я читал намаз и все эти вещи я изучил. Плоть до того, что я изучал там фиг, предположим, но в определенной мере. Я не стал далеко лезть, потому что я до этого занимался религиозными. По этой теме, по теме религии очень хорошо двигался. Православное христианство я знаю тоже очень хорошо. Да. Вплоть до святых и тому подобных вещей. Я общался на эту тему со специальными людьми. Тюркская тема меня еще тем увлекает. Я вам один исторический тоже пример скажу. Когда-нибудь царем России, скажем, был тюрок? Тюрок. Кто был? Точно. Семен Бекбулатович. Это единственный такой случай яркий. Он был не то, что тюрок, он был чингизит, потомок чингисхана. И у Ивана Грозного это такая вообще интересная история. Он же был тоже мистика, Иван Грозный. И вот у него была история, ему сказали, если ты будешь царь, то тебе нужно уйти, если ты не уйдешь на определенный срок с трона. Ты должен уйти, должен кто-то посидеть, потом можешь вернуться. Если будешь все время сидеть, через два года ты умрешь и тебя не будет. И он из своих друзей всех выбрал вот этого Семена Бекбулатовича и поставил его на определенное время. Он выехал из дворца и он там жил, он там не жил, он жил где-то в своем имении, там рядом. Писал ему специальные письма, то есть на полном серьезе он мог ему не уступить потом место. Меня это вообще так удивило очень сильно по истории России, когда я изучал всякие аспекты и всякие детали. А знаете, что такое то, что ООН, например, это один факт. Есть еще второй факт, то, что Александр Невский был побратимом Сартака, сына Батухана. Это один из аспектов. Это знаете, что такое быть побратимом Сартака, сына Батухана, когда Батухан еще, по-моему, был жив. Это то, что Батухан его считал своим родным сыном, так сказать, побратимом своего сына. Можете себе представить вес этого Александра Невского, скажем, когда он стал побратимом Сартака? Он говорил, я побратим Сартака, все, на всем пространстве вот этого Чингисхана, то есть вот этой орды, золотой тогда орды, и даже, и даже если он в Каракарум ехал, но Батухан не дружил с Каракарумом. Вот эта политика, которую вы здесь почитаете Вернадского, если возьмете чисто русского историка, скажем, Вернадский он описал по истории России, называется Россия, монголы. И вот, когда он поехал, кто-то из них поехал, например, в Каракарум, в силу неприязни, Батухана там вообще ненавидели, по-моему, там были последователи Гуюхана, и Гуюхан потом скончался, и они отравили кого-то из русских князей, и потом, когда кто-то не разбирается в политике, и он говорит, да эти татары-монголы нас отравили, в смысле нашего князя они отравили там в Каракаруме, но между Каракарумом и Сарой-Бату, Сарай-Бату, была политика такая, что даже хуже, чем с некоторыми другими, понимаете, как говорят, у родственников иногда ссорятся еще хуже, чем между посторонними людьми, и поэтому некоторые факты в российской истории заслуживают такого пристального внимания, а насчет Симеона Бекпулатовича это тоже, это просто потрясающий факт, потом он стал, потом он ему уступил место снова Ивану Грозному, и Иван Грозный сказал, вот этому я верю, говорит, больше всех, потому что, говорит, эти, говорит, держат слово, действительно, он ушел, отдал ему снова трон, он снова сел на трон, и все, вот такая, такая, тоже такие, русско-тюркские вещи, у вас, возможно, в рамках этого института или вообще, развито тоже, ну, я думаю, что в Вернадске очень хорошо это описывает, если взять Соловьева, Соловьев все описывает по-другому, Соловьев такой православный, скажем, такой человек был, я его почитал, в принципе, он хорошо описывает историю России, если ты хочешь узнать историю России из русских рук, то нужно читать Соловьева, если ты хочешь узнать историю России из, так сказать, евразийских рук, то желательно это прочитать, желательно прочитать Вернадского. И поэтому я считаю, что этот тюркский вектор всегда будет увеличиваться, но сейчас даже Турция, Турция, Азербайджан и даже Венгрия. У нас есть Тюркский Совет работает, то есть все эти институты определенные созданы, парламентская ассамблея, напомню, да, и туда подключилась Венгрия, а Венгрия это тюрки в Европе, то есть буквально вот если рассуждать, это тюркская страна в Европе, очень интересно, они сотрудничают, приезжают в Казахстан, у них там тоже есть национальные виды спорта даже и тому подобные вещи. Так, ну здесь по Китаю мы говорили только про Европу, про Казахстан и про Центральную Азию я думаю, что несомненно будут подключаться. У нас есть программа Нурлжол, то есть программа сопряжения с Китаем. Эта программа «Один пояс, один путь» должна быть встречена очень сильной подготовкой. То есть если мы скажем насчет Юго-Восточной Азии, Малайзии, Шри-Ланка и другие некоторые страны стали негативно относиться к предложениям и даже к финансовым влияниям, говорить то, что это было все сделано не так уж правильно и тому подобное. Я считаю, что здесь работать нужно очень серьезно. Это вопрос управления. То есть если у нашего управления и руководства выставят на этот вектор, который очень серьезный, очень большие свои финансы, то есть силу нужно встречать силой. Это просто так взять и вот так забрать силу и так не получится. Все эти деньги, которые в Китае есть, они, как говорится, не с неба свалились. Если рассуждать, то есть они даром не достались, там миллиард человек, из них 500 миллионов, может быть, живут не очень хорошо, скажем. поэтому эти деньги просто так взять вообще нельзя. Как правило, все проекты, когда считаются, что туда нужно миллиард долларов, потом оказывается, что если еще только 500 миллионов, нужно добавить как минимум. Вот вопрос управления у нас, в принципе, в Казахстане, насколько я знаю, нормальный. У нас экспертное сообщество высказывает в основном все положительные оценки этому пути. Я не китаист. Я не работаю по Китаю особо, потому что для этого нужно изучать всю проблематику и, так сказать, все нюансы по Китаю. Поэтому я только высказываю свое мнение, то, что это неизбежно, и поэтому нужно к этому подготовиться, правильно оценить, желательно не переоценить, а очень точно определить. И некоторые эксперты у нас высказывают критические точки зрения. Как говорится, горькую правду кушать иногда лучше, чем сладкую ложь. Тогда потом у вас не получится ошибок, потом у вас не получено из-за того, что вы впадете в долги и не станете потом, как говорится, ссориться с людьми. То есть, что такое? Ты попал в долговую зависимость, потом эти люди для тебя стали неправильными, потом вы с ними поссорились и все и тому подобное, не считая всяких экономических потерь. Но по Евразийскому союзу тоже программа идет сопряжение, поэтому это, конечно, все будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова